Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня прямой эфир. Добрый вечер, усикаменногорцы! Сегодня у вас должно быть больше, чем обычно. Новые подписчики, друзья, которые первый раз обо мне слышат и заглянули посмотреть на страницу, чем я занимаюсь. Я занимаюсь тем, что я помогаю людям высвобождать их эмоциональные блоки из тела. Доброй ночи! Я помогаю людям вытаскивать их застарелые обиды, застарелые блоки, от которых они не могут очень давно избавиться. Я помогаю избавляться быстрее. Друзья, спасибо, что вас так быстро и много! Сегодня вы можете задавать вопросы, мы сегодня немножко поговорим. А потом проведем одну-две сессии, которые... Одну-две сессии проведем в прямом эфире для того, чтобы вы примерно понимали, как это происходит и что это такое. Это для вновь прибывших. Те, кто... Доброй ночи! Вы правильно говорили про талант. Большое спасибо! Как-то прорвало. Просто сегодняшний прямой эфир, который из машины велся, там мы с оператором ехали уже, я ее отвозил домой, и она задавала вопросы, я начал отвечать, она говорит, подожди, подожди, да, телефон. И, в общем, она это сняла. Поэтому он такой эмоциональный получился, потому что человек задавал те вопросы, которые у него болели. У меня букет целых заиканий и кровь густеет. Что можно посоветовать? Заикание это с родителями нужно поработать, это взаимоотношения. Сессии с опытными или с новенькими, без разницы с кем, потому что сессии обычно я делаю с теми людьми, кто пробился в эфир, кто успел выйти и с теми поработаем. Я считаю, что это такие вещи судьбоносные больше, наверное, и тех, кому надо будет, с теми будут соединить. Здравствуйте, в Казахстане есть клиники, которые лечат РПП. РПП что это такое, я не знаю. Почему вы в WhatsApp не отвечаете? В WhatsApp не отвечаю, потому что я, честно говоря, времени нету. Я вот только домой зашел, переоделся, не успел даже, и все. И сейчас теперь прямой эфир, потому что сегодня прямой эфир, он был спланирован до этого, и это эфир для тех, кто еще меня не знает. Поэтому вот так вышел. В WhatsApp весь день телефон в руках не держал свой. И ссориса снимал организатор расстройства пищевого. Те, кому надо придут на тренинг, и все дороги ковидут к вам. Спасибо, да, на ассори, но охотно к вам сестру упустить. Хорошо. Вот, поэтому на WhatsApp, скорее всего, буду отвечать ночью или как-то чуть попозже. У меня там много сообщений накопилось. Когда будете в Восстании, в Восстании буду с 27 по 30 принимать индивидуально, и потом 1-2 декабря буду тренинг. Здравствуйте, заиканием можно избавиться на тренинги? И, честно, я не могу такие вещи обещать, потому что специально там заиканием я не занимаюсь. Вот. Ну, случайно может пройти. Не исключено. Бывало, я работал с заиканиями, но там с родителями вопроса это не к ребёнку, а к его взаимоотношениям вместе с родителями. Поэтому, особенно если ребёнок, то есть ты зависишь от родителей, то будет проблема. Сколько стоит консультация? По поводу цены-то в Директ или на WhatsApp? Какое заикание? Это не знаю. Ну, давайте посмотрим. Если это страх какой-то старый, вы там, допустим, в детстве испугали собаку, после этого стали заикаться. Если страх убрать, если получится, то, ну, можно. Привет, привет, друзья. Вот. Всем хорошей недели. Скоро уже неделя завершится. У меня сидит ребёнок, внутри маленький, лет 5. Я... Ну, надо убирать, я не знаю. Флава ваш сам. Привет, привет. Так, здравствуйте. Проблемы, ничего не хочу, лень, сплю с утра до вечера, интерес попал ко всему, добрый вечер. Вы просто молодец. По поводу проблем, ничего не хочу, ты должна понять, в какой момент ты не захотела жить, скорее всего. Потому что где-то есть глубинная проблема, где ты себя сама остановила. Или тебя остановили извне. Это уже нужно будет разбираться, смотреть, как это будет. Тренинг будет в эту субботу, в эту субботу, воскресенье, будет в Усть-Каменогорске. У кого есть знакомый или что-то, кто-то, в общем, отправляйте. Сейчас я ещё сделаю сториз, пост рекламный, и сделаю его ещё раз репост, для того, чтобы вы понимали, где организатор, номер организатора. Если ехать в Алмату, то приезжайте лучше на тренинг. Для всех иногородних людей, кто, в смысле, кто не из Астаны или не из Алматы, лучше приходите сразу на тренинг. Не надо мучить себя индивидуальными сессиями. Нужно прийти на полноценный двухдневный тренинг и всё. Это намного эффективнее. Добрый вечер. Вы ставите защиту и открываете дороги на работу. У меня племянница есть. Ставлю и защиту. Это я научу, вы сами сможете это делать. Поэтому приходите. На тренинги, да, на тренинги энергии очень много. И в этот раз на тренинге было 22 человека в Алматы. Это был крутейший тренинг, давно таких не было. Я прям кайфанул сам. Лень спортом заниматься мне. Мне тоже лень. Но это вещи, которым нужна привычка. Стоимость тренинга в Инстаграме, смотрите, есть реклама. Там указано. Давайте посмотрим, кто-то там стучится. В Астане тренинг будет 1-2 декабря. И буду с 27 по 30 принимать. Ноября. Так, давайте посмотрим, кто там. Диана. Сейчас посмотрим, кто выйдет. Замужество, оно такое. Оно само. Когда человек прорывает, он сам всё создаёт. Не нужно будет ничего делать для того, чтобы человек замуж. Сразу предупреждаю, никаких таких вещей. Диана, в общем, вы вылетаете. Я не знаю, вы намеренно хотели присоединиться или отдельно, но... В общем, вылетели из эфира. Ну-ка, кто-то здесь... Здравствуйте, из Кириногорс. Буду принимать. Индивидуально не буду в Кириногорске принимать. Посмотрим. Парень стучится. Посмотрим, что с ним. Здравствуйте. Волосы тут из бутылки, потому что я сижу в бутылке. Можно попробовать вот так? Раз, раз. Раз, раз. Нет, так не получится. Отключаются из бутылки, потому что я... У меня кабинет на балконе. Из-за этого здесь немножко приглушённый такой звук. Поэтому придётся с этим смириться. Ничего я не могу, никак не могу помочь. Здравствуйте, Игорь. Уже 10 раз спрашиваю. Приём сколько стоит? Уже 10 раз я вам отвечаю. Напишите в Инстаграме или в Ватсап. Я в прямых эфирах цены не озвучиваю. Лучше... Слышно в наушниках? Давай попробуем. Они не подключаются, а я... А, вот. Так лучше слышно вам? Так я сейчас позву. Раз, раз. Так, видимо, лучше, да? А супруги могут быть на тренинге. На тренинге могут быть, да. Да, круто. Тогда всегда буду делать эфир через микрофон. Так. Greenway. Гуни. Я хорошо слышу. Айнур, привет, как дела? Привет. Здрасте. Здравствуйте. Вас не слышно. Алло, алло. Сейчас слышно? Алло. 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 Слышно вам, нет? Я вас слышу, да? А вы? Да, да. Ну, здорово. Слышу вас. С чем пришли? Какие вопросы у вас? Ага. А, у меня, ну, как сказать, постоянное состояние беспокойства. У вас страх или что? Ну, на работе, можно сказать. Я чуть-чуть не расслышал. Еще раз повторите. Сейчас подождите, я наушники. Ага. Там вокруг вас детей много? Да, да. Вам надо как-то уединиться, а то ничего не получится так. Теперь слышно? Сейчас слышно, да? Алло. Да, да, да. Да, да. Слышно, хорошо. Получается, у меня, говорю, постоянное состояние беспокойства, хочу держать все на контроле постоянно. Не знаю, вот. Хотел, говорит, услышать от вас советы, что да как. Советы? Это, смотрите, совет, как убрать беспокойство, я не смогу дать, потому что оно, это же от ума идет. И через тело должен быть выход. И люди, которые постоянно много контролируют, им нужно расслабить тело. И с мужчинами очень редко бывает, чтобы это быстро произошло. Потому что недоверие, оно будет все равно подавлять твои детства, и беспокойство все равно будет. Вы там нормально сейчас сидите? У вас есть время, чтобы поработать? Да, конечно. Попробуйте телефон так поставить, чтобы у вас было видно, но чтобы вы его не трогали. Чтобы у вас тело было расслаблено. Сможете? Сейчас. Давайте. Давайте. Ты начни облокотить и на бокалку кончишь. За столом, я так понимаю. Нет, лучше переверните, я вас на это боком вижу. Просто в научниках неудобно. А, он микрофон снизу? Да, да. Ну, ставьте боком, пусть ставят. Будем вас так смотреть. Сейчас, минуточку. Теперь. Как-то я пол лица, я глаз не вижу. Вот так. Давайте. Так видно? Видно, да. Давайте я так подержу просто. Ну, давай так поговорим. Вы поговорить хотите или поработать? Что вы хотите? Запрос какой? Поработать? Подышать можно? Просто мне... Да. Что вам? Просто мне... У вас жена парикендалла, говорит, вот, есть хороший человек, который помогает. Просто хотел узнать, чем вы именно помогаете. И можете представить, чем именно ваша специализация? Я помогаю людям высвобождать их эмоциональные блоки из тела. Как раз мне нужно. Я помогаю избавиться от вот этих телесных зажимов через дыхание и через водитель энергии, через физическое воздействие, если есть доступ к телу. То есть, это достаточно жестко, но, в принципе, быстро. То, что в прямых эфирах, очень важно, чтобы вам получилось отключить мозг, потому что я буду здесь разговаривать, и вы еще будете дышать, да? Вы будете слышать, но вам не надо отвлекаться. Вот в этом сложность прямого эфира чуть-чуть. Но эффект будет, если вы отключите этот контроль. Готов? Да, да. Смотрите, эффекты бывают разные. Может быть, просто расслабление и ничего не почувствуете. Может быть, они менее. Может, поплачете, я не знаю. Ну, то есть, в любом случае, не закрывайтесь только. Что бы ни происходило, не шугайся. И батарейка полная у тебя? Да. Ага, вас зовут? Мурат. Мурат. Закрывай глаза, просто подыши. Вдох через нос, выдох через дров. Закрывай глаза. Просто глаза закрой. Ага. Вот так. Кто хочет сейчас подышать, вместе с Муратом подышите, сейчас, ну, поработаем. Миздер. Миздер, спасибо. Может, будем упал подвигать. Вот так, ага. Мурат, еще поглубже чуть-чуть. Вот так, вот так, еще вдох. Что еще? Еще. Угу. Еще. Еще. буду принимать но он поработал по рекламу плакал видеоролики тоже работают очень хорошо еще вдох мурак глубже можно напряженным дышать мужчины так дышат потому что живут за счет усилия воли они полностью тело забивает и до этого каждое дыхание удаётся струда у мужчин есть такие тараканы что жизнь тяжела да что нужно пахать и тогда будет хорошо поэтому мы встаем женщина она очень внимательно к себе и на блоке видеть чуть заранее мужчина видит за два дня до смерти тоже звали и ну зовут ее инура это нормально да это хорошо да она ходила в магазин чопар по-моему она выбирала себе серьги в общем выбрала она но еще пока не купила я думаю она купит мурак птеневич чувствует чувствуете сейчас чувствую головокружение руки ноги лицо че чувствуете более-менее расслабленность еще и тут получается жжение она хорошо у вас интуиция хорошая давайте посмотрим сейчас что там происходит вот так вот как всегда айнур это не про тебя ты каждый раз спрашиваешь давайте посмотрим первая чопка работает вторая стоит третья стоит устал да мурак четвертая пятая 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 чуть дежит из этого и вжжёт пятая поиксина я тоже делаю голову на щитерпание ну вот еще глубже ну вот еще глубже меня это не ругай не ругай не ругай меня это не ругай не ругай не ругай брат еще одну Фитер пыльный. Мурат, сейчас ощущения какие? Еще раз. Сейчас ощущения какие? Дышать более-менее легче стало, но получается как будто шея забилась у меня. Нерасслабленная, можно сказать. Хорошо. Еще дыши. Оно сейчас будет утяжеляться шея, а потом оно в оконцовке расслабится. Время. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мурат, сейчас ощущения какие? Более-менее полегчало дышать. Дышать легче стало. Угу. Хорошо. Ну, нету напряженности. Хорошо. Правда, пресс-полиция. У вас очень сильное желание жить. Такое не часто. Вы на счет этого и держитесь. Вот деньгами как? Зарабатываете нормально? Да, хорошо. Ну, среднюю. Больше 1000 долларов. Это как-то влияет на дыхание? Только влияет на дыхание, да. Сейчас смотри. Ага, пошло. Отрежь его. По времени сколько занимает это вообще? Ну, подыши. Процедура. Если будешь ждать, то долго. Сейчас отпущу я тебя. Чуть-чуть осталось. В теле что происходит? Полегчало. Расслабленность. То, что мы сейчас делаем, это по феншую, да? Вот тебе сейчас какая разница? Ты лучше в процессе будь, а? Интересно просто. Это бы потом в ютубе посмотреть. Так. Кто там? Монфлауэрсан. Под лопаткой с его стороны. Как будто рукой. Это я, не переживай. Если задница течет, то потеши. Это не тебе. Бежим вокруг. Нужно щипеть, потому что процесс пошел. Просто дышите губы. Течет. Это течет. Еще проблемы с желудком. Это самоедство. Это твое, знаешь, это ты всегда виноват. И ты всегда делаешь плохо. Это как? Ну ты так думаешь. Самовнушение, да? Это не внушение, это твое четкое убеждение. Почему так происходит? Ну ты так себе придумал. Надо придумать немножко по-другому. Это две аффирмации вытащат тебя. Какую аффирмацию можно придумать, чтобы выйти от такого состояния? Это потом. Давайте еще минут пять дам, потому что подошли чуть-чуть и... Про письмо прощения тут спрашивают, что идет агрессия, когда начали писать. Это нормально, это первый этап. Поэтому пишите сорок дней. Агрессия потихоньку будет отпускать. Это вы мне? Нет. Подпишите. Я же говорю, спрашивают. Потом сомнения, что я правильно ли вообще поступаю в том или ином случае. Мурат, сейчас ощущения какие в теле? Полегчало. Вот шея отпустила. Дышать легче стола. Ага. Ну, сзади вот в затылке как будто что-то забилось у меня. Напряженный затылок. Угу. Давай, еще чуть-чуть подыши. Взззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззз Пусть нижняя спина Витя и папа работают Пусть нижняя спина 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 Облегчение уже Затылок не болит Руки как Руки расслабленные Шея тоже, плечи тоже Дрожь по руке, по ноге Ну именно Кончики пальцев Началось уже, да? Пальцы ног Руки Продолжение следует. 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 Продолжение следует.